Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Итак, мы начинаем свою работу. Более 6 триллионов рублей ежегодно зарабатывает федеральная таможенная служба для нашей страны. И вот буквально через несколько дней, 25 октября, мы будем отмечать профессиональный праздник этой службы. Ну а здесь, в студии, поздравления принимает Батыров Рустам, официальный представитель дагестанской таможни. Рустам Магомед Халидович, добрый вечер! Мы вас поздравляем с наступающим профессиональным праздником. Ну, на самом деле, очень впечатляющие цифры – 6 триллионов рублей. Да, это огромная цифра. О том, сколько зарабатывает там дагестанская таможня, мы узнаем чуть-чуть позже. Но сначала расскажите, пожалуйста, как устроена наша таможня и какие все-таки основные задачи вы выполняете. Пожалуйста. Спасибо вам за поздравление в преддверии нашего профессионального праздника, который наступит 25 октября сего года. Дагестанская таможня действительно занимает уникальное геополитическое положение. В структуре дагестанской таможни 7 таможенных постов, 5 из которых функционируют в пунктах пропуска на государственные границы. В регионе представлены все виды транспорта – морской, авиационный, железнодорожный и автомобильный. Среди основных задач, стоящих перед дагестанской таможни – это модернизация таможенного администрирования, осуществление таможенного контроля после выпуска товаров, содействие внешнеэкономической деятельности, борьба с контрабандой. Скажите, пожалуйста, планирует ли дагестанская таможня модернизировать все свои 7 пунктов и набрать необходимое количество специалистов для того, чтобы оперативно, быстро, на самом деле проводить все эти огромные грузы, которые пойдут по транспортному коридору север-юг? Совершенно верно отметили. В связи с известной политической обстановкой в мире и в нашей стране, уменьшением товарооборота на западном направлении, естественно, возросла существенная значимость направления север-юг через транскавказского направления. В рамках данных задач, которые ставятся нам, руководством страны, приоритетом является развитие пунктов пропуска, прежде всего на южной границе. В структуре дагестанской таможни, как было уже сказано, помимо морского, авиационного и чрезвычайного видов транспорта, есть автомобильные пункты пропуска. Они на себя берут практически 95% всех трансграничных перемещений, которые оформляются нашими должностными лицами. В части модернизации пунктов пропуска, естественно, ключевую роль играет повышение пропускной их способности. Не секрет, что увеличение объема перемещаемых товаров требует кардинальной реконструкции их, изменения возможностей оформления, совершения операций. Если взять цифры по цифрам, да, вот от основных 4 пункта пропуска – Ярак-Казмоляр, Тагиркент-Казмоляр, Навафиля и двусторонний пункт пропуска – Горах. Ярак-Казмоляр работает с двукратным практически превышением своей проектной пропускной способности. При оформлении 300 транспортных средств в сутки он фактически оформляет 550 и до 600 доходит. Такие же превышения даже больше и гораздо по Тагиркент-Казмоляру. 4,5 раза. Получается, правильно я задаю этот вопрос. Совершенно верно. Мы видели по Центральным средствам массовой информации, как на западном направлении устанавливали и очень быстро строили дополнительные мощности для того, чтобы увеличивать пропускную возможность таможни. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы это сделать на Ярак-Казмоляр в том числе? Да, есть специальная федеральная структура, федеральное агентство по строительству объектов на государственной границе, кратко называется «Росгрэнстрой», которое во взаимодействии с федеральными службами иными, и дагестанская таможенная в частности, ошляет мероприятие по кардинальной реконструкции этих пунктов пропуска. Расширение строительства новых линий, оснащение необходимым оборудованием. Планируется, вот первая реконструкция, основная реконструкция по Ярак-Казмоляру началась в 2021 году. И сейчас, значит, находится в стадии ее строительства. Планируется увеличение проектно, удвоение фактически, даже не удвоение, от текущей пропускной способности и от плановой практически в четыре раза. Свыше 1460 транспортных средств. Это с плановых 300, которые мы имеем сейчас. Такие же объемы реконструкции и мероприятия проводятся, намеченные по Тагиркент-Казмоляру и Новофиля. Там тоже планируется кардинальное изменение пропускной способности, в частности по Тагиркент-Казмоляру до 2300 свыше, по Новофиля свыше тысячи. Это существенно ускорит перемещение товаров, совершение операций. И Дагестанская таможня, в частности, в рамках поставленных задач проводится соответствующее мероприятие. Я так понимаю, что власти страны синхронизируют эти два процесса. Процесс строительства магистрали Север-Юг и тут же, в принципе, и строительство, модернизация ваших пунктов. То есть все будет готово к открытию этой магистрали. Как только перережут ленточку, в принципе, и таможня, и граница, и вся инфраструктура, да и сама федеральная трасса, все будет завершено и готово, одномоментно. Вот мне так представляется. Собственно говоря, вы, в общем-то, так и сказали. Такая работа и проводится сейчас, и есть промежуточные результаты, есть промежуточные решения, которые уже на сегодняшний день позволили превысить типовые проектные нормы пропуска. Понятно. Вот вы сказали, что 95% товарооборота приходится на автомобильное движение. А как же наш международный морской торговый порт, которым мы гордимся, которым нам нравится, он является украшением дагестанской столицы, нам все время обещают, значит, что порт заработает на все 200% и будет приносить республике и стране огромные средства. Пожалуйста. Да, ключевым здесь является то, что наш порт, морской торговый порт Махачкалы, является единственным незамерзающим портом в Российской Федерации, самым южным портом. Он является ключевым звеном транскаспийской ветви транспортного коридора Север-Юг. Мы про значимость этого направления уже говорили, и оно в программах развития и в программах дальносрочной перспективе представляет собой ключевое направление для развития торговой связи для всей страны, наряду с дальневосточным. Значит, с учетом того, что морской торговый порт в текущем его состоянии не может переваливать то количество грузов, которое необходимо, государством были предприняты ряд шагов. В частности, Росморпорт еще с 2016 года подготовил план проект реконструкции морского порта с горизонтом планирования до 2030 года, который включает в себя формирование новой причальной территории, формирование там контейнерных площадок, РО-РО, ЖД железнодорожных и автомобильных РО-РО причалов, зерновых терминалов. То есть там план достаточно большой, вплоть до пассажирского направления формирования. Значит, здесь уже предпринимаются определенные шаги. Сейчас уже, в этом году были приняты решения о вводе в эксплуатацию незаконченных объектов реконструкции. Есть соответствующее решение правительства Российской Федерации. Эти объекты реконструкции, переданные порту, должны позволить увеличить объем товарооборота в разы. Так, например, указом президента в начале года было образовано ООО «Север-Юг», специально которое будет заниматься этими вопросами логистики, мультимодальных перевозок. И задачи ставятся достаточно серьезные. Если, например, сейчас мы едва доходим до полутора миллионов тонн обработки грузов, то ставится задача увеличения объемов до 9 миллионов тонн. Для этого нужна и соответствующая инфраструктура. И в виде темпы реконструкции и внимания со стороны центральных органов власти и региональных правительств, видно, что эти задачи, они реальны и идут к своему решению. Понятно. Рустам Аганхалевич, скажите мне, пожалуйста, вот мне лично ответьте на такой вопрос. Это правда, что морской путь является наиболее выгодным с экономической точки зрения для перевозки товаров? То есть самый дешевый путь? Он традиционно самый дешевый. Это правда, да? Совершенно верно. Препятствие здесь в том, что нет достаточно большого флота, танкерного флота, либо там судов, количество, как в свое время было в Советском Союзе. Данный вопрос сейчас решается на высоком уровне. И идет строительство, закупка, приобретение этих судов, потому что без судов и оборота не будет. Понятно. А у Казахстана, Туркмении, Ирана наверняка тоже есть? Те же проблемы. Те же проблемы, да? Те же вопросы. И транскаспийская ветвь, она сейчас развивается в рамках межправительственных соглашений. Уже достигнуты определенные результаты в плане формирования этого направления, перевалки, оформления. Ведь это задача не одной только страны, а нескольких стран, которые... То есть, получается, корабли, танкеры тоже будут наши в основном, да? В том числе наши, либо под нашим флагом использоваться для... Понятно. Ну, это означает ни больше, ни меньше, что мы заработаем больше, получается, да. Теперь один из главных вопросов. Вот в самом начале программы я сказал, что страна в год примерно зарабатывает 6 триллионов рублей. В том числе южное направление, дагестанское таможне, сколько зарабатывает? С начала текущего года дагестанское таможне было перечислено в федеральный бюджет свыше полутора миллиарда рублей, точнее, миллиард 580 миллионов. Это в основном платежи физических лиц, которые взимаются в неторговом обороте. Тут таможня ошляет функции в качестве таможни фактического контроля, с учетом разделения на электронные декларирования, которые ошляются в таможнях, центрах электронных декларирований. И на таможне фактического контроля. Дагестанская таможня в этом плане относится к таможням фактического контроля. Когда она ошляла функции по приему оформления декларации, естественно, там цифры были повыше и побольше. Понятно. Ну, все это наверняка тоже будет меняться с введением магистрали север-юг, потому что это революционное преобразование вообще экономической деятельности юга страны. Это очень масштабное явление. Это, знаете, подключается практически вся юго-восточная Азия, да, все восточные страны. Все будут, значит, перевозить свои продукты, свои товары. Это очень выгодно всем участникам экономического процесса. Поэтому, в общем-то, все страны должны быть готовы. И вот сейчас как раз-таки на Бриксе вот все эти моменты и будут обсуждаться в деловом формате для того, чтобы все страны имели, конечно, равные и, в общем-то, достаточно привлекательные условия. Кстати говоря, ну вот я, конечно, в большей степени волнуюсь, беспокоюсь и, значит, стараюсь как-то поспособствовать развитию малого и среднего бизнеса нашей республики. Хорошо известно, что очень многие дагестанцы работают на международном уровне, везут товары из Турции, из Китая и из других стран. Скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом пойти навстречу бизнесу и ускорить процедуры оформления документов на таможне? Потому как зачастую речь идет о продуктах питания, скоропорчащихся продуктах. Поэтому не то, что каждый день, каждый час имеет значение. Пожалуйста. Совершенно верно. Вы отметили о том, что одной из задач таможенной службы, в том числе и таможенной службы Дагестана, является развитие и содействие внешнеторговому обороту, упрощение таможенных процедур. Одним из условий для этого, как раз таки, является и повышение пропускной способности, о которой говорили, и конструкция пунктов пропуска. В данном случае вопрос ускорения оформления товаров как раз таки и упирается в оснащение пунктов пропуска. Основным средством, одним из ключевых средств для этого является идентификационно-осмотровый комплекс, который позволяет избежать излишнего контроля и проведения его с колес, как говорится. В этом плане, например, на Тагиркент-Казмоляр с прошлого года, с 1 августа, эксплуатируются портальные ИДК, в экспериментальном режиме. Использование портальных ИДК, которые позволяют осуществлять контроль без остановки транспортного средства, позволит увеличить пропускную способность, скажем так, по этому направлению, до 120 транспортных средств в час. На данный момент где-то 20, 25, ну 30 транспортных средств, которые пропускаются через мобильные идентификационно-досмотровые комплексы. Мобильные – это все-таки прежний, предыдущий этап развития данного вопроса. И первые итоги эксперимента говорят о том, что все перспективы для этого есть, и он положительный. Это будет способствовать ускорению таможенных процедур. Ну вот буквально в эти дни Владимир Путин комментировал тоже аналогичные вопросы, и он сказал, что буквально даже не в считанные минуты, а в считанные секунды будут пропускать транспортные средства. И вот вы только что подтвердили 120 автомобилей за 60 минут. Вот этот норматив, который вы сейчас придерживаетесь. Ну, конечно, это достаточно быстро. Главное, чтобы не пострадало качество и контроль. Самое главное – не допустить, чтобы в страну заехало что-то плохое, ненужное и вредное. Это безусловно. Сейчас перейдем, в общем-то, тоже к одному из главных вопросов. Это препятствие пропуска, препятствие наркотических средств, психотропных средств, различного рода вредных веществ. Вот мы здесь, здесь были ваши коллеги, представляющие наркологическую службу. Ну, знаете, вроде бы мы говорим, но ведь эти же снюсы, эти же табачные изделия, но они же вредны. Да, вредны, но законам не запрещается. Поэтому они и ввозятся. Ну, мы, конечно, понимаем, что такое закон, и мы апеллируем, да, и Государственной Думе, к Совету Федерации, мы апеллируем к президенту Российской Федерации, чтобы прошла какая-то инициатива вот в части запрета, да. И Государственная Дума, кстати говоря, очень хорошо и оперативно реагирует на эти моменты, да. Ну, вот пока все эти процедуры пройдут, хотелось бы, чтобы таможня, может быть, чисто по-человечески, как бы вот от себя и от мнения всего народа все-таки старалась как-то сдерживать вот эти вредные вещества для того, чтобы наша молодежь как можно меньше вот все-таки имела доступ ко всему этому. И по наркотическим средствам, пожалуйста. Да, вы совершенно правы, это запрещенные вещества, наркотики, это абсолютное зло. Это одна из приоритетных задач таможни в части контрабанды перемещения запрещенных веществ. У нас, если брать статистику за истекший период этого года, в рамках оперативно-розыскных мероприятий таможенного контроля было 35 выявлений, 35 преступлений данной направленности. В основном это перемещение психотропных и наркотических средств через почтовое отправление. К сожалению, данный маршрут, он всегда находится в зоне внимания, значит, контрабандистов. Там международное почтовое отправление, экспресс-грузы. Мы это знаем, в этом направлении работаем. Свыше 6 килограммов таких веществ было изъято, конфисковано, и такая работа продолжается. 6 килограммов тяжелых наркотиков, да, я насколько понимаю? В том числе и наркотики, и психотропные средства, сибутронин, пригабалин. 6 килограммов это могут угробить жизни тысячи молодых людей, конечно же, да. Это огромное зло. Кстати говоря, я не знаю, как там все это у вас устроено, но мне кажется, если из какой-то страны вот провозится, допустим, психотропное или наркотическое вещество, я не знаю, мне кажется, на официальном уровне нужно стране делать предупреждение. Вы извините меня, вы уж присмотрите, что там ваши граждане везут через нашу границу. Со своей стороны тоже постарайтесь воспрепятствовать этому процессу, правильно же, да? Поэтому, конечно, здесь и дипломатическая служба тоже должна активно работать в этих условиях с тем, чтобы все-таки сделать максимум возможного, но не допустить наркотические вещества на территорию Российской Федерации. Тем более у нас 5 государств. 5 государств, да? Туркмения, Казахстан, Иран, Азербайджан и вот Грузия. Вот Грузия. У нас получается, что Грузии тоже нужен особый сейчас контроль и особое внимание. Ну, на самом деле география поступления этих веществ, парадоксально, помимо Ближнего Востока, откуда мы традиционно ожидаем, также включают и европейские государства. Это в основном части психотропных веществ. Такие факты есть. Работа ведется в рамках международного сотрудничества. Заключены соответствующие межправительственные соглашения. Соглашения по линии таможенной службы. Эта работа ведется в основном в рамках оперативно-ростной деятельности. Конечно, конечно. И, само собой, она всегда и находилась в свете основных направлений нашей деятельности. Рустам Магоменкович, ну вот сейчас смотрят люди нашу передачу и наверняка думают о том, ну как же попасть в таможенную службу, да? Каким образом, значит, рекомендовать своего сына или дочь, значит, вот в эту уважаемую службу? Поскольку, ну на самом деле, это риторический вопрос, но я уверен, что у вас и льготы, и зарплата, ну все, в общем-то, устроено достаточно хорошо. Я посмотрел, вроде есть высшие учебные заведения, которые готовят специалистов для вашей службы. Несколько слов, если можно. Да, ну есть, естественно, есть заведения и в структуре федеральной таможенной службы. Это известное старое учебное заведение Российская таможенная академия. В Подмосковье, да? В Подмосковье, в Люберцах она располагается, имеет несколько филиалов в регионах страны. Есть также широкий объем, много вузов, которые готовят таких специалистов в рамках специальности по таможенному администрированию, по таможенному делу. Это и наш Дагестанский политехнический университет. И выпускники этих вузов работают в нашей системе. Да, вы совершенно верно также отметили то, что у нас идет прием, был прием достаточно большой, связан с тем, что объем вырос работы просто увеличением пропускной способности и будет расти. У нас снижается объем по западному направлению, соответственно, трансграничное, транскаспийское направление, в том числе север-юг, активизировалось. Это не просто пропускная способность, это надо, естественно, закрывать штатные численности. И такая работа проводится, и не один десяток сотрудников был принят на работу через определенную процедуру, соответствующую, естественно, которая предусмотрена на прием во все правоохранительные органы российской федерации. Понятно. Рустам Магамед Халилович, ну все, наверное, с моей стороны не очень правильно мучить вас все-таки накануне праздник. Пожалуйста, вы можете поздравить своих сотрудников, можете поздравить всех, кто имеет отношение к таможенной службе. Прошу вас. Да, конечно, хотелось бы от лица Дагестанской таможни поздравить всех своих коллег с наступлением нашего профессионального праздника, пожелать им сил, усердия на работе по регулированию внешнеторговых отношений, на совершенствовании своей работы и развития в этом направлении. И хотелось бы пожелать их семьям, близким, самим здоровья, сил, терпения и упорства в этом. Нельзя в этот день не сказать о наших ветеранах таможенной службы, тех, которые строили эту работу и строили таможенное регулирование в Дагестане, в Дагестанской таможне. Также пожелать им всего самого лучшего, всего самого хорошего. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Еще раз с удовольствием представлю нашего гостя Батыров Рустам Магомед Халидович, официальный представитель Дагестанской таможни. Вам огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо за участие в программе. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»